«Лучшее и самое необычное в нашей судьбе обычно происходит неожиданно. Захватывающие приключения, в том числе и любовные, невозможно предсказать и спланировать, чтобы там не говорили психологи и астрологи. Хотя, возможно, и правда существуют какие-то особенные моменты или состояние готовности. Когда я расскажу вам мою историю из жизни, думаю, вы сами для себя сможете ответить на этот вопрос. Мне уже почти двадцать шесть. Для незамужней девушки это вполне солидный возраст, особенно учитывая отсутствие романа и вообще какого-либо длительного любовного опыта. Конечно, парни у меня были, но редкие отношения длились дольше нескольких месяцев. Когда такое происходит, а подруги одна за другой выходят замуж и рожают детей, поневоле начинаешь задумываться о том, что с тобой что-то не так и внимательнее вглядываться в зеркальное отражение. Я не стала исключением, долгими одинокими вечерами пытливо занимаясь поиском недостатков в себе. Из зеркала на меня смотрели ясные глаза зеленоватого оттенка, лицо отличалось правильными линиями, были и небольшой носик, и пухлые губки. Фигуры у меня тоже в полном порядке, округлые где надо формы, а силуэт тонкий и стройный. Да и волосы красивые, темные, длинные и довольно густые. Не найдя ничего особенно плохого, я улыбнулась самой себе и даже подскочила, вот оно. У меня некрасивые зубы. Конечно, как можно было не догадаться, что стоит улыбнуться, и они отпугнут любого потенциального кавалера. Мелкие и не очень ровные, просто ужас какой-то. Сразу вспомнилось, как в школьные годы злые мальчишки обзывали меня мышью. Во взрослом возрасте, конечно, оскорбить в открытую мало кто решится, зато посмеются за спиной и обойдут при выборе. Я мигом забыла обо всех своих прелестях, сконцентрировавшись на этом недостатке, и несколько дней провела в расстроенных чувствах. Но подолгу закисать не в моем характере. Ведь все можно исправить, просто обратившись к хорошему специалисту. Не беда, что возраст уже не юношеский. Сейчас прикус исправляют и в сорок, и даже в сорок пять. Я собралась с мыслями и записалась на прием в стоматологическую клинику. Из-за мыслей о моем недостатке я решила отвлекать внимание другими приятными деталями. Ведь скоро придется ходить с бекетами, а это мне уж точно внешние данные не улучшит. Так что не помешают кокетливая юбочка и высокие сапоги. Если уж не завоюю симпатию противоположного пола, то себе, по крайней мере, добавлю уверенности. В очереди сильно нервничала. Вдруг врач будет смеяться надо мной или, наоборот, будет стыдить за то, что не обратилась намного раньше с таким вот безобразием. Я уже представила злобную тетку со страшными инструментами в руках, которая обидит до глубины души, да еще и выпишет раздутый счет на кругленькую сумму, чтобы неповадно было жить спокойно с такими вот зубами. Запугав себя до крайности, я и забыла, что сижу в приличной частной клинике, где не хамят, если не по культурным, то по экономическим соображениям. Поэтому нервно перекидывала ногу на ногу, вызывая осуждающие взгляды пенсионерки интеллигентного вида, сидевшей напротив. Наконец, подошла и моя очередь. Я, внутренне трепеща, вошла в кабинет и скромно присела на предложенный стул. После пары вопросов от улыбчивой и доброжелательной медсестры, меня усадили в кресло, а из-за ширмы вышел высокий врач в халате и маске. Вид у него был немного строгий и профессионально отстраненный, насколько это можно было судить, видя одни только глаза светло-серого цвета и чуть нахмуренный высокий лоб. Он быстро осмотрел мои зубы, задав несколько вопросов, а потом деловито и чуть насмешливо осведомился. — И что это вас надоумило ставить брекеты? Вы же сами видите, доктор, что зубы кривые. — Говорите, мол, прикус неправильный. Так что же мне с ним всю жизнь мучиться? — спросила я немного с вызовом. — А вы мучаетесь, Анна Сергеевна? — спросил врач. — Вы только поймите правильно, ведь прожили же вы как-то до двадцати пяти лет и не жаловались. А с неправильным прикусом живёт больше половины людей. И если это не мешает и не беспокоит физически, то ни к чему травмировать себя и создавать ощутимые неудобства на год или даже несколько лет. У меня на глаза накружились слёзы, и я никак не могла справиться с ними, чтобы заговорить. Позади выразительно кашлянула медсестра. — Видимо, моя запись была последней, ведь рабочий день заканчивался через несколько минут. Девушке, наверное, хотелось побыстрее попасть домой к мужу или парню, а не слушать нытьё кривозубой старой девы. Я почувствовала себя ещё более жалкой и никчемной. Врач глянул на часы и сказал, обращаясь к ней. — Верочка, вы можете идти домой. Я сам тут всё закончу и закрою, не беспокойтесь. Медсестра, сияя от счастья, попрощалась и буквально через мгновение вышла в коридор. В его пустоте гулко и часто застучали её каблучки. Почти моментально этот звук сменился деловитым тасканием швабры и брецаним ведра. Началась уборка. Послушайте, Анна Сергеевна, может, я сейчас поступлю непрофессионально, ведь это работа психолога, а не стоматолога. И всё же я небольшой любитель ради коммерции проводить, и без того симпатичным девушкам не нужны медицинские вмешательства. Уж не настолько моя клиника в бедственном положении. Врач, улыбнувшись, сдвинул маску на подбородок. Только сейчас можно было определить его возраст, скорее, ближе к пятидесяти, а не к сорока, как я сначала подумала. Улыбка у него была просто очаровательная, на такую невозможно не ответить. Я тоже усмехнулась, как Джаконда, не открывая рта. И сразу подумала, у самого-то врача зубы вон какие ровненькие, один в один, а мне он тут задвигает проестественность. Ну что за чудак? Вы извините меня, доктор, но раз уж на то пошло, скажу откровенно. Не надо другим советовать то, чего бы вам самим не хотелось для себя. У вас у самого зубы просто прекрасные, а я, по-вашему, с кривыми должна ходить. Ведь это на всё влияет, и на успех в профессии, и на личную жизнь. Да вы не горячитесь так, Анна. Врач легонько, как бы пробно, коснулся моей руки уже без перчаток, и прикосновение было мягким и очень приятным. Если решили твёрдо и доверяете мне, я, конечно, возьмусь за ваше лечение. Да вот только внешности в наше время принято уделять гораздо больше внимания, чем следовало бы. Нигде, ни в одной сфере это совершенно никаких гарантий не даёт. Клинику я открыла отнюдь не благодаря улыбке. Да и жене она никак не помешала от меня уйти. Но, согласитесь, было бы очень странно, если бы у меня при такой профессии были те зубы, которыми наградила природа. Я немного смутилась и, кажется, даже покраснела, не зная, что ответить. Мужчина расценил это по-своему. Он сказал, что если нужно подумать, то у меня будет неделя. А если всё-таки решусь, он запишет меня на приём в следующую пятницу на тот же час. Я кивнула и поспешила уйти. Выйдя из кабинета, я посмотрела на двери имя и отчество врача, его звали Владимир Владимирович. Я нервно усмехнулась и подумала, что это должно что-то значить. По пути домой я вспоминала этот странный приём и необычную беседу после него. Конечно, мне мало доводилось иметь дело со специалистами из частных клиник, и всё же это было не совсем то, чего я ожидала. Если убрать из этого уравнения наши роли врача и пациентки, а ещё прикрыть глаза на возраст, я бы подумала, что понравилось ему. Хотя, чтобы уверенно утверждать такое, нужен, наверное, определённый опыт в отношениях, уж точно побольше моего. Поэтому я скомандовала себе не думать о глупостях и, заметно погрустнев, поплелась домой. И всё же визит в стоматологию несколько дней не давал покоя. Я напряглась и припомнила, что у врача не было кольца на безымянном пальце правой руки. Ещё он назвал меня симпатичной. А ведь видел мои некрасивые зубы, наверное, как ни один другой мужчина до этого. Я и сама считала его очень привлекательным. Мне всегда нравились мужчины порядочно старше меня. Поэтому в школе я влюблялась в молоденьких учителей, а в университете в преподавателей. Один раз мне даже приснился Владимир Владимирович. Как будто я снова у него на приёме, но на этот раз мужчина позволил себе намного больше, чем просто взять меня за руку. Сделали это прямо на стоматологическом кресле. Я раздвинула пошире рот. Всё было так реалистично, что я, как наяву, ощутила каждое прикосновение и даже услышала, как посыпались со звоном на плы инструменты, которые мы неосторожно зацепили. Проснулась с сильно бьющимся сердцем и приятным волнением в теле. Я бессознательно ощупала его руками. Оно словно ожило, разбужённое после спячки. Я была полумёртвой после последнего разрыва с парнем, а теперь снова воскресла. Вот как это ощущалось тогда. Я открыто и подчёркнуто смеялась над собой, называя дурой и чокнувшейся на мужиках особой. Но это ни капельки не помогало. Чем ближе была пятница, тем больше я думала о симпатичном седовласом докторе. Может, я всё сама себе напридумывала, но ведь и он зачем-то снова записал меня именно на конец приёма. На этот раз, пока я сидела в коридоре, меня слегка потряхивало от волнения. Правда, сейчас оно было больше радостным, чем тревожным, как я не старалась обуздать себя. Выглядела я ещё наряднее. Ведь весна окончательно наступила, и можно было позволить себе щеголять в лёгком платье и нарядных туфельках. Такой я и явилась в кабинет Владимира Владимировича. Предыдущий пациент как-то задержался на приёме, и было уже без десяти шесть. Медсестра, как и в прошлый раз, поглядывала на часы и даже недовольно хмурилась. Поэтому врач отпустил её, как только было можно. «Мы снова остались вдвоём. Так что вы решили насчёт брекетов, Анна Сергеевна?» Снова деловито спросил врач. «Решила ставить?» Твёрдо ответила я и добавила. «Только вы меня больше не отговаривайте». И в мыслях не было. Улыбнулся мужчина, стягивая маску на подбородок. Он улыбнулся, и я ответила тем же, машинально прикрыв рот ладонью. «Довольно глупо, ведь он специалист, и всё видел. Но учитывайте, с этой стальной бутафорией вам придётся, может быть, не один год гулять. Поэтому стесняться себя — совершенно негожее дело. Давайте с вами сразу договоримся, Анна Сергеевна, вы просто красавица, и улыбаться будете во все тридцать два зуба, точнее, двадцать восемь в вашем случае». «По рукам?» Владимир Владимирович протянул мне руку. «Давайте тогда и ещё кое о чём договоримся». Поддержала я шутливый тон. «Вы будете называть меня просто Анной, а не Анной Сергеевной, потому что до пенсии мне ещё далеко». Врач рассмеялся, и на этом мы пожали руки. Вот только отпускать друг друга никому из нас не хотелось. Я ощутила это очень явственно, осознав наверняка, что и в прошлый раз мне ничего не показалось. А потом Владимир Владимирович наклонился и уверенно поцеловал меня. Я ответила, и мы не прекращали этого занятия несколько прекрасных минут. По коридору бродила уборщица, грохоча металлическим ведром и таская ненавистную тряпку. Но нам обоим было решительно всё равно, что она может войти в любой момент. Я, конечно, сомневалась, не следует ли дать доктору отворот, чтобы он не принял меня за слишком доступную девушку. Но скоро этот вопрос испарился сам собой. Его стёрли, словно ластиком, сильные и уверенные руки. И скоро я уже радовалась тому, что выбрала платье, которое расстёгивается одним движением рук сразу сверху донизу. А когда на полсозвоном полетели щипцы и козьи ножки, я даже не вздрогнула, потому что всё происходило именно так, как в моём недавнем сне. Так или даже чуть лучше. Вот и не верь после этого в то, что у судьбы для всего есть своё время. Каждое событие случается именно тогда, когда должно, в свой день и час. Конечно, отношения с человеком старше на целую жизнь строить непросто, но в то же время и очень интересно. А Володя очень внимательный и добрый, о таком я и мечтала всю свою жизнь. В принципе, подобного результата я и надеялась добиться, отправляясь тогда в клинику, но уж точно далеко не так быстро. А брекеты я всё-таки поставила. Ведь у девушки-стоматолога тоже должны быть хорошие зубы. Может быть, кто-то из вас скажет, что такой роман вряд ли продлится долго. Но я думаю иначе.